предлагать свои услуги. Там сидят также в чатах поставщики, которые ищут людей, которые выполнят их заказы. То есть пользуемся чатами HeadHunter, Avito, просто даже уже трафанное радио, когда вы начинаете крутиться в этой теме, вы знаете, знакомитесь с какими-то людьми, узнаете все друг друга. В принципе, в этой сфере не могу сказать, что очень много людей, в целом мы все уже так знаем друг друга, советуем друг другу хороших менеджеров, поэтому найти и проектную работу, и постоянную, будет не так так. Что за вопрос? Чем ваши курсы лучше остальных? Сейчас на организации обучают работать на плейсах и не только на зонах. Вот, как я уже говорила несколько минут до этого, назад, что мы выстраиваем обучение так, чтобы вы могли эти знания применить и для выхода со своим таблицем. И если хотите стать менеджером в целом, я считаю, это очень важный бонус, когда вы получаете покупать обучение до 10 тысяч рублей, и за эти деньги вы получаете, можно сказать, целых две профессии, можете сами выбирать. Я не афиширую этот курс по выходу со своим товаром, но я хочу сказать, что в нем есть эта информация, которая в будущем может в этом помочь. То есть вы обучаете менеджерству, начинаете работать, получаете уже какой-то опыт, нарабатываете опыт на кабинете другого человека, тренируетесь, и дальше получая этот опыт, вы можете выходить со своим товаром. Знаково не полезен на других маркетплейсах. Вообще у нас, как мы предполагаем, да, предоставляем курс по менеджеру. У нас нет информации по озону или по другим маркетплейсам. Я могу сказать, что если вы обучаетесь менеджерам в Альберис, то дальше в перспективе вы можете узнать информацию, попробовать поработать с коррекциями. То есть получаете опыт. Слышите, Елена? Вы как-то пропадаете. Да? Сейчас. Сейчас как? Ну, вроде, получше. Ну, так, пикселями. Слышно? Да, не странно, я очень хорошо вас вижу, слышу. В общем, Рома. В общем, можно, но все-таки курс называется менеджер в Альберис. Да, вот про общий чат спрашивают, вижу. Может быть, мы расскажем те вопросы, которые я вот подготовила. Мне кажется, это нехорошо по плану, чтобы... А, вот написано, Лену видно отлично, девушку нашу, Дашу, видно очень мутно. Ну да, вы у меня в пикселях. Давайте я попробую сейчас мы сделаем. А слышно меня хорошо? Главное, чтобы было слышно. Слышно вроде хорошо, да. Ну, чуть-чуть так иногда пропадает. Я думаю, знаете, вот на самом деле, кому нужно, тот и слышит то, что у нас. Да. А можно по моим вот вопросам, пожалуйста, пожалуйста? Да. А так, сейчас, секундочки, вон там еще быстренько. Можно ли работать менеджером на ВВ, не из России, если юридические или другие ограничения? О, мне, кстати, тоже в этом в директе спрашивали, можно ли, например, обучиться здесь, въехать в другой стране? Да, можно. Да, конечно, можно работать не из России. Как я и сказала, вы можете в каком-то маленьком городе работать, вы можете работать из другой страны. Главное, чтобы у нас был стабильный интернет. У вас был компьютер, почему нет, вы можете подъездить. Вот Катя, да, например, про которую я рассказываю. Она живет в Санкт-Петербурге сама, поставщик ее из Москвы. Они прекрасно взаимодействуют, они ни разу не виделись в жизни, у них все происходит через развоны. То есть это комфортно, и, как я вначале тоже говорила, плюс в пяти, то, что вы можете работать в Адон, в принципе, из любого места, из любой страны. Елена, давайте по вашему вопросу, давайте вы говорите. Да, да, да. Я, кстати, хотела сказать, вот недавно моя знакомая добавила меня в чат, и там разные люди, там разные блогеры, какие-то еще медийные люди, какие-то миллионеры, миллиардеры, ну, в общем, такой чат для того, чтобы собираться вместе и тусоваться, там кататься, ходить в кафе, ну, в общем, такое, что вот там примерно все одного возраста, там плюс-минус 10 лет. И, ну, я пока здесь сижу в деревне, они там ходят на какие-то общие встречи, там, на обеды, на ужины, и присылают видео в этот чат, кто где работает. Я так смотрю, ну, знакомлюсь с ребятами, смотрю, кто откуда, и вот каждый второй, вот реально, я даже могу это скинуть, две трети работают на Валберес. Ну, вы представляете, я подумала, боже, вот это на самом деле, ну, очень круто. И что-то еще хочется сказать. Сейчас, на самом деле, очень много... То, что реально, да, у кого-нибудь спросишь, Валберес, Валберес, еле старый. Да, и все они вот в этом чате. Нужно подумать, вот о чем это... Лена, вы как-то в этом чате, где люди были какими-то интересами, я хочу сказать, что у нас на обучении есть групповой чат, где ребят, которые обучаются, взаимодействуют, общаются. У нас есть созволь, мастер-майнд, где я... это все происходит в формате мастер-майнд у нас, то есть мы стараемся по 10-15 минут уделить... Вот. И очень круто... Скажите мне, эфир идет, слышно, видно. Ребят, я здесь. О, по-моему, что-то есть. Так, ну-ка, поставьте плюсики, если я тут с вами, вы меня видите. Как жалко, что эфир оборвался, там столько всего видно, слышно. О, хорошо. Так, сейчас присоединим, Даша. Что-то у нас сорвалось. О, кстати, эфир оборвался, но вас лучше стало видно. Да? А я тоже, мне пришло уведомление, что эфир... Жалко. А мы там говорили про то, что... Так, потому что этот эфир я хочу сохранить. Мы говорили про то, что это такое менеджер, что это за профессия, чем он занимается, плюсы быть менеджером и выделили плюсы, например, то, что можно работать удаленно из любой страны, например, обучиться здесь и уехать отдыхать на Бали и оттуда работать на компьютерном телефончике. Также, например, если на вашей работе слишком много свободного времени, вот вы там сидите где-то на проходных на каких-то, да, вот есть такие работы, когда сидишь, ничего не делаешь. В это время даже на своей работе можно заниматься еще работой. Вместо того, чтобы смотреть какие-то сериальчики, да, смотреть, листать бесполезный Инстаграм, можно в это время зарабатывать нормальные деньги, даже больше, чем на той работе, в которой вы сейчас сидите и работаете. Можно после работы работать. как дополнительный заработок. Можно вообще со своей работы уйти, потому что вы увидите, что на Валберс реально можно зарабатывать нормальные деньги. Как бы тут каждый сам для себя решает. Сказали также о том, что менеджер это правая рука поставщика, но это не тот человек, который выполняет всю грязную какую-то там работу и все такие поручения. У менеджера творческая профессия, иногда у поставщика даже несколько менеджеров, один менеджер делает это, другой то, и менеджер сам выбирает, что он хочет делать, к чему у него лежит душа. Если ему нравится работать с цифрами, он работает с одним. Если ему нравится обрабатывать какие-то фото, он делает это. То есть там достаточно такой большой диапазон для творчества, для выбора. И как бы выбор у менеджера еще есть в том, что он сам выбирает, сколько он будет тратить времени на свою работу и сколько он будет зарабатывать. То есть если человек решает то, что у меня будет 2 часа в день для этого, и я хочу зарабатывать такую-то сумму, 30-40 тысяч рублей, для него это достаточно, то хорошо. Но если человек ставит какие-то высокие себе планки, больше 100, больше 200, то, понятное дело, нужно этому побольше времени уделять. Тут каждый сам для себя решает, сколько задач он будет на себя брать и какой у него будет потолок. Потолка нет, как сказала уже Даша, потому что иногда менеджер работает за какую-то фиксированную оплату, там, например, 30-40-50-60-100 тысяч рублей у одного поставщика, клиента, крупного. А иногда работает, например, за процент от продаж, а оборот у этого клиента может быть 2-3-4 миллиона 5, поэтому тут как бы заработок может быть только больше, больше и больше. Вот, продолжаем эфир, Даша. Да, я предлагаю рассказать конкретно про обучение, здесь вопрос, обязательно ли нужен компьютер. Смотрите, некоторые функции вы можете выполнять с телефона, что тоже очень удобно, потому что вы также можете сидеть где угодно, находиться в любом месте и отвечать на те же отзывы, вопросы, которые подходят в кабинет. Но, говорю честно, компьютер нужен, нужен ноутбук, он не должен быть каким-то обычным ноутбуком, потому что некоторые функции вы сможете выполнять с него. Но удобно тем, что из телефона вы также можете многие функции выполнять и работать, то есть не нужно постоянно таскать с собой ноутбук, но в какие-то моменты он понадобится. Да, давайте расскажем про обучение какие-нибудь там сделать, как бы в телефоне это не важно. Да, да, просто неудобно. А так, например, у клиента, да, я вот помню, Арина тот раз сидит, она сидит с телефоном, я смотрю, в телефоне поработала, потом пошла, взяла компьютер, так уже делали штуки в компьютере. Например, если нужно из дома куда-то уехать, можно там распределить себе дела, которые можно сделать в телефоне, потом приехала домой, сделала в компьютере, да. Как бы постоянно с этим компьютером носиться не нужно. Вижу еще один вопрос, где нужно искать клиентов. У нас тоже есть в обучении центральный последний, мы как раз переходим к практике, и я рассказываю ребятам, как искать клиентов, где их вообще найти, как отвечать на резюме, как общаться с поставщиками, на какие условия соглашаться, на какие не соглашаться. Потому что часто бывает такое, что поставщики, они хотят тоже какую-то свою выгоду поиметь, и за какую-то небольшую оплату нагрузить очень много работы на менеджера. Вот я тоже в этом модуле рассказываю о том, как на это, скажем так, не вести, да, как ценить свой труд, сколько за какие услуги нужно брать, на что соглашаться, на что нет. Вот. Давайте я расскажу про тарифы. Тарифы, на самом деле, очень выгодные у нас тарифы, я сама удивилась, да, когда о них узнала, потому что самый минимальный тариф стоит, сейчас расскажу точно, 5 990 рублей, и лично я, да, зная, какая информация дана за эту стоимость, вот мне бы, если бы я покупала это обучение, мне бы не жалко было, что эти деньги отдать, потому что у нас, помимо того, что я сама записывала много модулей, у нас записаны модули другими экспертами, у нас есть модуль от эксперта по сертификации, где Анастасия, да, эксперт, она рассказывает очень подробно про всю сертификационную вот эту документацию, про честный знак, такие тонкости, которые не найдешь просто где-то в интернете, которые реально должен рассказать специалист. И консультация, например, у Анастасии, одна часовая стоит 15 тысяч рублей, и Анастасия нам записала уроки для нашего обучения, то есть сами понимаете, что даже уже вот эту информацию вы можете взять, она будет включена вот в эту стоимость в 5 990 рублей. Также у нас есть модуль записанный, хочу прям поподробнее про это рассказать, экспертами от Market Guru. Market Guru — это сервис для аналитиков товаров, и если вы зайдете и посмотрите обучение, да, сколько оно стоит у Market Guru, вы тоже удивитесь, потому что эта сумма очень далека от минимальной стоимости нашего тарифа, а уроки все записаны теми же экспертами. Поэтому что еще у нас входит в эту стоимость? Вообще вот в 5 990 у нас входят просто уроки, 8 модулей — это юридическая часть работы, знакомство с Valperis, как сделать продающую карточку, поставки, как вывести карточку товаров топ, аналитика, отчетность и поиск клиентов, и сертификат о прохождении курса. Я советую вам больше, наверное, пройти, если вы будете покупать, то взять тариф за 8 590, потому что есть связь с обратным куратором в чате, и здесь я даже больше советую взять этот тариф из-за чата, где ребята все объединены одной целью, где они все общаются, где они поддерживают друг друга. Это реально никаких тренинг не стоит, потому что я знаю по себе, когда я обучалась сама, и у нас был такой чат, это было то, что меня реально поддерживало, потому что когда ты идешь в какую-то новую профессию для себя, тренинги не поддерживают, молодой человек не поддерживает, друзья не поддерживают. А здесь, когда есть рядом люди, которые хотят того же, чего и ты, и вы вместе идете к этой цели, это намного... И честно скажу, вот, например, на моем обучении, да, оно у меня в образе тоже, но... Таковых я там особо не получила, но получила вот эту вот поддержку, окружение, да. Здесь у нас обучение, я лично ручаюсь, что у нас здесь знание и окружение, поддержка, и все вместе, и за такую сумму, поэтому, ребят, если вы сейчас слушали, да, вам было интересно, вы хотите попробовать, 8590 стоит тариф с ИСК, с помощью трудоустройства, и с обратной связью, и со звонами от меня, и с нашими майндами, с разборами, я не знаю, 8590, это тариф, который вы можете вложить в себя, вложить в свое обучение, даже если вдруг вы не захотите вдальше связывать свою жизнь с менеджерством, я все равно думаю, что это крутой опыт, крутые знания просто получить, и кому нужно, те потом применят на практике. Также найдут ли, вот, как я уже сказала, каких-то, может быть, даже друзей новых. Да, кстати, я посчитала, если даже обучиться и практически ничего не делать, там, ну, зарабатывать, там, тысяч 30, да, на вот этом менеджерстве, то все равно за год можно обучение в 72 раза окупить, то есть, да, окупается даже в процессе самого обучения, можно его окупить. Даже вот... И полученные знания сразу применять, ага, и продавать в сумки. Да, берем Арину, которая уже на второй неделе обучения заработала, по-моему, 10 тысяч рублей, да, если бы Арина покупала вот это обучение, она бы его купила через две недели, и даже бы уже себе заработала какой-то денежку, какой-то приятный, какой-то бонус для себя. Даш, очень плохая связь у нас, я не знаю, как это решить. У нас очень плохая связь, я не знаю, что делать. Давайте попробуем, может быть, у нас, если мы выйдем, у нас не сохранится, да, эфир? Нет, если я выйду, сохраню, я не знаю, но хотелось бы все равно ответить на такие вопросы. Вот про тарифы мы сказали, сколько длится курс, результат после курса, где найти проекты, про рассрочку, про максимальный заработок, про актуальность, и сколько времени вообще уделяется времени на обучение. Вот про это бы хотелось бы слышать. Как сейчас? Нормально или пропадает? Точно плохо. Давайте, может быть, я попробую сейчас отключиться и заново заговорить. А мы можем, например, вот этот эфир сохранить? Вы не могли бы, например, записать видео, ответы вот на эти вопросы? А я бы их в сторис ставила. Может быть, так лучше бы было бы, так бы больше людей смогли просмотреть, просто так все пропадает. Вам так не будет удобнее? Профиль его выложить. К вам? Можно ко мне? Можно к вам? Смотрите, как удобнее. А давайте сейчас тогда спишемся с вами, но это невозможно, такой эфир. Давайте попробуем. Но я все равно его сохраню. Хорошо. Все пропадает. Все, тогда я вам сейчас напишу, хорошо? Да, хорошо, на связи будем. Все, тогда я вам сейчас напишу, хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует...